При въезде на полигон сегодня стоит специальный пункт контроля, который в круглосуточном режиме ведёт проверку, кто везёт отходы и какие именно. На его установку и согласование всех документов ухтажил фонду потребовалось почти три месяца. А сделано это было лишь с одной целью, чтобы не допустить завоз на полигон мусора, за который предприниматели не заплатили по всем правилам. Имеем список машин, которые, это наши перевозчики, которые имеют право доступа на полигон. Все, кто не является, не вписан в этот перечень, мы вместе с представителями спецавтодора досматриваем на соответствие ТКО, не ТКО. Если происходит нарушение, мы составляем акт, ну и там уже в дальнейшем машину на основании решения представителей спецавтодора, её, скорее всего, заворачивают. То есть она уезжает обратно и здесь им не разрешают разгружаться. Вот уже на протяжении полугода некоторые недобросовестные предприниматели пытаются экономить на заключении договоров с региональным оператором. Под видом иных или промышленных отходов они упорно везут на полигон и те самые твёрдые коммунальные. Так только за первый день дежурства было остановлено несколько автомобилей, которые под видом промышленных пытались завести на полигон обычные коммунальные отходы. Но если эту проблему удалось решить, то тут же появилась другая. Как только контроль над полигоном ужесточился, желающие сэкономить стали подкидывать мусор на контейнерные площадки многоквартирных домов. В результате жители вынуждены не только наблюдать переполненные баки, но и оплачивать вывоз мусора за недобросовестных предпринимателей. Ещё один практикуемый экономными бизнесменами способ избавления от такого мусора – вывозить его в пригород. Так на глазах растёт свалка близ Успенского кладбища. По словам представителей регионального оператора, ответственность за неё несёт владелец земельного участка. Но при необходимости Ухтажилфонд применит свои силы. В настоящее время, с момента начала работы регионального оператора, все вновь образующиеся несанкционированные свалки. При их обнаружении региональным оператором совместно с представителями Министерства природных ресурсов Республики Коми направляется умедавление собственнику земельного участка об обнаружении такой свалки и о необходимости её ликвидации. Если в течение месяца представитель, так скажем, собственных земельного участка не производит никаких действий, то региональный оператор собственными силами вывозит эту свалку и в дальнейшем перевоставляет понесённые затраты собственнику. Большинство отходов на таких свалках легко идентифицировать. К примеру, на коробках есть опознавательные знаки, адреса и названия. Поэтому уже в скором времени регоператор выявит не только все фирмы, занимающиеся незаконом вывоза мусора, но и тех предпринимателей бизнеса, которые не заключают с ними договоры. И тогда будут не только штрафы, а это до 250 тысяч рублей, но и приостановка деятельности организации на срок до 90 дней.